Крест. Иисус в Китае. Волны революции вздымаются. Знамена коммунизма будут реять вечно. Народ по всей стране объединяется. И сокрушит капитализм всей своей мощью. В культурную революцию в Китае пылало пламя ненависти и злобы. В то же время, тихий источник любви и прощения пытался напоить жаждущих. В 1960 году несколько семей начало собираться. Их было немного, говорит служитель из Джи-Янг. К 1967 году эти домашние церкви распространились повсюду. Говорит служитель из Джи-Янг. У нас была верующая соседка. Я был против христианства. Однажды она зашла поболтать. Она научила меня молиться на коленях. Потом я стал христианином. На первом собрании нас было трое-четверо. Скоро стало шестеро. Потом восемь. Иногда собиралось до тридцати. Все собрания проводились тайно. Каждый раз, собираясь, мы страстно молились. Сразу после служения нужно было расходиться, чтобы тебя не арестовали хунва и бины или милиция. Часть третья. Горькая чаша Говорит пастор Фу Цзянь. Лет тридцать-сорок мы сохраняли свою домашнюю церковь. Сначала были только мать, брат и я. Потом собрание выросло до семи, восьми, десяти. А потом было все больше и больше. Говорит служитель из провинции Хэнан. В 1972 году я получил письмо от родственника из Хэнаня. Он писал, спеши, приезжай скоро. Он писал, что какие-то молодые люди хотят отдать жизнь благовестию. Я проверил, так ли оно. Как же они проповедовали? Днем прятались в пещерах, садах или сараях. Вечером выходили, находили других верующих и молились. Говорит служитель из провинции Хэнань. Мы собирались на кукурузном поле и проводили служение. Это было лучшие места для собраний и молитв. Помню, мы жили в чистом поле больше, чем полгода. Днем или ночью нужно было подойти к окну и позвать человека. Говорит служитель из Хэнани. Все вставали и шли к другим. Не успеешь оглянуться, набралось три комнаты людей. После революции домашние церкви постепенно выходили из подполья. Как славно в небесах, венцы на головах, все одеты в белые одежды. Хвалите его на арфе и лире. Хвалите его с бубнами и танцами. Хвалите его. Хвалите его на струнах и флейте. Когда Мао Цзэдун умер, китайцы начали, обманувшись в ложном боге, искать Бога истинного. Впервые в жизни люди из низших слоев общества лицом к лицу встретились с Божьей благодатью и любовью. С крестовой жертвой крестной. Впервые поняли, что в Храме Божьем у них есть честь и достоинство. Разве же они могли не возрадоваться, получив самый дорогой дар? Здесь Божье присутствие. Здесь Божье Слово. Здесь помазание Духа Святого. Здесь другой мир. Когда братья живут вместе в единстве, как хорошо и прекрасно! Как роса Ермонская. Сходящая на горы Сионские. Здесь любовь. Здесь мир. Здесь свет. Здесь жизнь. Здесь благословение Божье. Если хочешь найти Его, приди к Иисусу Христу. Когда я впервые пришла в церковь, там было так хорошо. Я обрела смысл жизни. В душу вошел мир, которого раньше никогда не было. Мир с Богом. Поэтому могу прямо сказать, буду идти за Богом всю жизнь. Говорит верующий из Нинси. Богослужение поднимает душу. Господи, как чудесно будет, когда мы сможем собираться каждый день. Говорит верующая из Шандуна. Три ночи я не спала. Господи, почему я так переполнена радостью? Денег у меня нет, семьи нет, ничего нет. И я была уверена, что радость эта дана мне с небес. Говорит служитель из провинции Ханань. Я не исцелился, когда уверовал, но у меня была неописуемая радость. Я не знаю, откуда она пришла. Говорит верующая из Ханань. Я думала и думала, и решила, что нужно пойти за Христом. Самая большая радость была, что я наконец нашла смысл жизни. Когда я оглядываюсь назад, я радуюсь, что не избрала путь греха. Китайцы в земной жизни много познали греха, но они не познали мира, который приходит с прощением и крещением от Святого Духа. Говорит служитель из Шан-Си. Я плакал всю проповедь, сам не знаю почему. Я боялся, что мои слезы увидят, и поэтому старался их вытереть. Я опустил голову и слушал проповедь. Она была о покаянии через принятие Христовой жертвы. Говорит служитель из Гуан-Си. Я была как блудный сын, но Божья любовь меня не оставила. Я так рада, что могу пока еще служить Богу. Служитель из Шан-Дун. Я всегда буду помнить, рана моя исцелилась лишь по милости Божьей. Когда Бог пришел ко мне, Он коснулся моего сердца. Сила вести Его разбудила меня. Я знал, что Он хочет использовать меня для спасения людей. Посвящение. Студентка Богословской семинарии. Божья милость — это чудо. Он любит каждого из нас. Я хочу посвятить свою жизнь служению Богу. Другая студентка семинарии. Божья любовь помогает мне жить лучше. С ней мне есть ради чего жить. Как солнце не может перестать светить, а семена перестать всходить, так и эти люди не могли не ответить на зов своего сердца. Они обрели новую жизнь во Христе. Они не могли не отдать себя Богу и не стать вестниками Евангелия. Бог нашел тебя. Мы восклицаем, радуясь за Китай. Бог нашел тебя. Говорит служитель Чан Цзиньин. Как быстро летит время. Она родилась в семье интеллигентов. Когда она решила стать миссионеркой, она долго беседовала с отцом. Он сказал, что у меня есть три варианта. Если хочешь поступить в университет, я буду тебе помогать. Если хочешь работать учительницей, я все устрою для тебя. Если хочешь найти другую работу, с моими связями я тебе что-нибудь подыщу. Я сказала, что я ничего из этого не хочу. Почему же, спросил он, чего же ты тогда хочешь? Я сказала, что хочу и дальше трудиться миссионеркой. Он глубоко вздохнул. Если ты поступишь дальше и больше не сможешь этого делать, возвращайся домой. Наша дверь всегда для тебя открыта. Если ты будешь счастлива со своими братьями и сестрами, если захочешь всю жизнь этим заниматься, не забывай нам писать, где бы ты ни была. У меня из глаз текли слезы. Я боялась смотреть на отца. Потом он спросил меня в последний раз, правда ли ты хочешь ехать? Я сказала, хочу. Он достал 30 долларов и сказал, вот, возьми эти деньги на дорогу, у меня немного осталось. Мать тоже просила меня вернуться домой. Она спрашивала, зачем я уезжаю. Уезжаю ради любви Божьей, отвечала я. Если я проповедую, то другие люди откликнутся на Божьи призвания. Бог посадил это семя в мою душу. Он призвал меня и поручил мне это дело. Я не могу не исполнить Его волю. Идите вперед, следуйте за Господом, не оглядывайтесь назад. Идите вперед, следуйте за Господом. Идите вперед и не оглядывайтесь назад. Возложивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божьего. Идите вперед, следуйте за Господом. Эта смелая девушка выросла в маленьком городке, но свою юность она провела в пещерах и тюрьмах. Было много боли, но и радости тоже было много. Божья любовь привела меня на этот путь. Я была слабая и заблудшая, но я не жалею о своем выборе. Сегодня Джан Цинь Юнь с мужем отвечают за подготовку миссионеров для домашних церквей. Больше людей, включая и их родных, начинает их понимать и помогать им. С твоей любовью мы будем идти по стопам твоим всю жизнь. С 1980 года в Китае десятки тысяч верующих, таких как Джан Цинь Юнь, посвятили свою жизнь Господу. Говорит служитель из Хэнань. С 1981 года я полностью посвятила себя этому. Я уехала с несколькими девушками. На велосипедах и пешком мы обошли 10 районов. В каждой деревне мы говорили с людьми на улицах. Многие никогда не видели, чтобы девушки проповедовали. Многие больные исцелялись по нашим молитвам. Каждый раз, когда мы ездили, десятки тысяч людей приходили к спасению. Так появлялись домашние церкви. Говорит служитель из Хэнань. Сначала в каждой деревне, куда мы приезжали, были чудеса. Многие миссионеры имели дар исцеления. Мы могли исцелять больных прикосновением рук. Говорит служитель из Хэнань. Мы приезжали в новую деревню, пели во дворах крестьян. Из любопытства приходили многие соседи. Мы им говорили о Христе. Если кто-то хотел уверовать, мы молились с ними на коленях. Служитель из Шан-си. Когда была свадьба или похороны, мы благовествовали. Мы ставили сценки, танцевали, рассказывали библейские истории. Если все в семье поверят в Бога, счастья будет много-много. Мир войдет к вам в душу, а потом в вечности пребудете с Христом. Мы благовествовали на автобусах, поездах и на улицах. Мы стучались в каждый дом и рассказывали людям благую весть. Мы рассказывали людям благую весть. Что такое Евангелие? Садитесь, пожалуйста. Говорит служитель из внутренней Монголии. Мы шли повсюду и несли слово. Когда у себя обходили все, ехали в другие провинции. Мы были в Шан-си, Хубэй, Нинься. Служитель из Джо-ян. В 80-м и 81-м годах в Вэнчжоу домашние церкви росли как никогда. Из дальних районов в Синьяне, из пустынных мест на Востоке. У нас были большие собрания. Дух Святой сходил на нас. В 81-м году снова появилась церковь. Кончилось время послаблений. Появилась регистрированная государственная церковь, и домашние церкви объявили вне закона. Благовествовать стало запрещено. В 83-м году власти дали приказ арестовать группу христиан, которых называли группой агитаторов. Служитель из Ханания. Меня назвали агитатором и арестовали. Я не говорил, что нужно свергнуть коммунистов. Я не говорил, что я против политики. Я не жаловался. Я только кричал, «Иисус наш Господь!» И за это меня осудили как контрреволюционера. Я сидел 15 лет. Этот бывший Хун Вейбин нашел утешение во Христе. Христос ничего плохого не делал, но Его распяли. Я тоже ничего плохого не делал. В культурную революцию я губил людей, а меня считали героем. Теперь я живу праведно, а из меня сделали преступника. Гонение. Все, кто был в тюрьме за правду, встаньте и выйдите вперед. Попасть в тюрьму так просто, что эти верные братья и сестры рассказывают об этом очень спокойно. Служитель из Ангхуэй. Гонения продолжаются. Кто-то всегда сидит. Некоторые были в тюрьме раз 10. Сейчас у нас сидят 14 человек. 21 человек в списке на розыск. Служитель из внутренней Монголии. Мы все в тюрьме страдали. Нас 40 человек. Троих недавно арестовали, и они еще в тюрьме. Служитель из Хэбэй. Когда правительство стало притеснять церковь в Хэбэй, все активные члены церкви стали для них преступниками в розыске. Когда за мной пришли, меня не было дома. Вместо меня забрали отца. Они открыто говорят, о чем они думали во время ареста. Служитель из Цэнхай. Честно говоря, я немного испугался, но Бог давал мне силы. Так что можно сказать, что я был готов. Служитель из Хэнай. Ворвалась полиция, но когда мне надели наручники, я успокоился. Ну что ж, несколько лет в тюрьме, подумал я. Ну и пусть. И мне стало легче. Говорит служитель из Гуйчжоу. Когда нас арестовали, мы радовались. Мы пели псалмы в машине. Полицейский кричал, почему вы поете? Вы арестованы. Мы сказали, потому что мы свободны. Сяо Гай пыталась убежать, но покалечилась и стала инвалидом. Говорит Сяо Гай, служитель. Я залезла на крышу, чтобы убежать, но к моему угорчению там уже был полицейский. Мы стали бороться, и он меня подтащил к краю крыши, а потом взял и столкнул. Когда я упала, я не чувствовала боли. Но я никак не могла встать. Я крикнула одной сестре, «Помоги!» Она подошла и хотела помочь мне встать, но я не могла сама стоять. У меня была сломана нога. После этого я потеряла мир в душе. Христиане – хорошие люди. Почему полиция не арестует настоящих преступников? Потом я молилась за того полицейского. Он же не знал, что творит. Как золото очищается в огне плавильного котла, так и истинные верующие могут воссиять во тьме. Чунься, подруга Сяогай, была арестована за три дня до своей свадьбы. Говорит Чунься, служитель. Меня арестовали 10 августа и дали три года лагеря. Мои братья и сестры и мой жених на следующий день пришли меня навестить. Все, кроме меня, плакали. Но потом мне было очень тяжело. Я сказала охраннице, я же ничего не сделала. Она согласилась. Я сказала, за что же мне дали три года? Она сказала, они боятся, чтобы ты не сбилась с пути. Я сказала, а я за это отдам три года свободы? Она начала говорить, ну, законы еще не совершенные. Мне было очень неспокойно. Я ходила взад-вперед. Ходила и спрашивала, Бог, неужели мне и правда три года еще мучиться? Потом Господь меня утешил. До ареста мы каждый день пели и говорили о кресте и о Библии. Но раз я уже шла по этому пути, почему мне было так тяжело? Я сказала, Бог, я знаю, что ты со мной. Ты видишь, что я не зря прожила этих три года. В тюрьме Чунься все время думала о своем женихе, Хайшэне. Я слала ему весточки, писала, чтобы он меня не ждал. Мы уже не молодые, ему не нужно было зря тратить время. Три долгих года. Когда ее арестовали, дядя Чжан спросил, что я буду делать, если ее посадят на три года. Что скажут мои родные, может быть, поискать другую жену? Я сказал, хоть три года, хоть двадцать, я буду ждать. Каждый месяц Хайшэн ездил за сотни километров на свидание с Чунься. Свидание давали только на 20-30 минут. Хайшэн ни разу не пропустил ни одного свидания. Каждый раз он привозил с собой письмо. Я хотел, чтобы она не боялась за меня, чтобы она не говорила, чтобы я ее не ждал. Мне было это больно слышать. Я говорил, что я ее буду любить, даже когда она будет старая и седая. Я никому не показывала этих писем. Они меня утешали. Мне было не так уж и плохо в тюрьме. Я была счастлива. Я говорила братьям и сестрам, что Бог ответил на мои молитвы. Я прошла через все испытания с радостью. Слава Богу! За три месяца до срока меня выпустили. За мной приехал Хайшэн и дядя Джан. Я думал, что мы оба разрыдаемся. Когда мы приехали домой, нас встречали многие братья и сестры. Это было очень трогательно. Моя семья радовалась. Мать начала плакать. Свадьба Чунься и Хайшэн и Хайшэн и дядя Джан. Я не ожидала, что это будет так скоро. Меня выпустили 29 апреля. Третьего мая мы поженились. Братья и сестры из нашего города все для нас устроили. Первые слова, которые идут от сердца. «Спасибо, Господь!» «Ты дал нам Твое помазание. Ты окунул нас в Твою любовь». Мы знаем, что Бог все устраивает ко благу любящим Его. В этом стихе Бог изложил свой план. Иногда я роптал на Бога. Но в то же время внутри себя я слышал голос, который говорил «Не жалуйся, Бог тебя не бросит нигде и никогда». На свадьбе многие утирали слезы. Я не могла не улыбаться. Хотя я тоже и плакала. Это были слезы благодарности. Я знала, что Бог с нами. Я знала это, когда сидела в тюрьме. Когда свадьбу пришлось отложить, любовь их стала только крепче. Три года тюрьмы укрепили их веру. Несмотря на муки, их счастье и благодарность стали еще больше. Господь, мы истинно верим. Каждый миг Твоя любовь с нами она никогда не слабеет. Господь, мы истинно верим. Каждый миг Ты наш единственный друг. Наши сердца жаждают Тебя. Наши сердца Идут за Тобой. Ибо Ты один такой. Тебя ни с кем не сравнить. Субтитры создавал DimaTorzok Многие поколения китайских миссионеров идут путем Креста. Китайские власти отказываются их признавать. Население Китая их не понимает. Везде этих миссионеров ждут страдания и тюрьма. Но без упрека и сожаления они идут своим тяжелым путем. Служитель из Ханань. Отец умер, когда я родился. Мать умерла, когда мне было 3 года. До 11 лет у меня не было обуви, и никто обо мне не заботился. Была тяжелая жизнь. Я не мог понять, почему я родился на свет с такой судьбой. Почему меня никто не любил? Почему другие люди живут нормально? Если есть Бог, почему Он мне не помогает? Однажды я уже не мог терпеть и хотел покончить с собой. Но тут я услышал пение. Был холодный вечер. Кто мог о чем-то петь в такой вечер? Я пошел к этому дому. Кто-то меня увидел и крикнул, «Это Он, круглый сирота!» Меня впустили. «Поверь в Бога», мне сказали. «Только Он может тебя спасти». Несколько старушек научило меня молиться на коленях. Они возложили руки мне на голову и помолились за меня со слезами. В тот вечер я уверовал во Христа. Когда полиция узнала, что христианином стал 14-летний мальчик, меня начали разыскивать. Я прятался семь дней в яме, изголодался и измучился. Я вылез из ямы, чтобы подышать свежим воздухом. Как раз тогда именно там проходил полицейский. Он меня и арестовал. Такой маленький, он сказал, а уже контрреволюционер. Меня осуждали, мучили, морили голодом. Но я подумал, значит, Иисус – это истина. Иначе, с чего бы компартией так волноваться? Даже бездомный подросток, как я, для нее страшен. Цин – мальчик-сирота, в 19 лет стал миссионером. Сначала я работал у себя. Когда женился, я стал носить ребенка на спине, ездить в разные провинции и нести Евангелие. Я основал много домашних церквей. Я был так рад. Я не думал об унижении, угнетении, нищете, арестах. Верность. Господь, милуйся над нами. Спасибо, что избрал нас. Спасибо за любовь Твою. Спасибо, что указал нам путь, ведущий нас от этого мира. Спасибо, что мы несем Твои бремена. Спасибо, что ты печешься о церкви в Китае, за то, что ты смиловался над китайскими церквами. Хотя церкви всегда были гонимы, мы видим Твое присутствие в Китае. Бог не оставил Китая. Я стал христианином в 83-м году. Все это время я занимался благовестием. Четыре раза меня сажали в тюрьму. Три раза меня сажали в родном городе. Потом еще раз в Синьяне. Меня страшно избивали. Били и охранники, и другие заключенные. Помню, как меня рвало кровью. Было много крови. Нас было трое или четверо. Мы сидели и делились хлебом. В тот вечер мы долго плакали. Нам хотелось к своим семьям. Нам хотелось к Господу. Восемь раз меня сажали за проповедь, говорит служитель из Хананя. Как-то раз меня с одной сестрой приковали наручниками к столбу. Мы не могли одновременно касаться ногами земли. Когда я стоял на земле, она висела в воздухе. Так мы висели четыре часа, пока наши руки не почернели. Служитель из внутренней Монголии. Они меня пытали, разбили мне все лицо, кожу жгли прутьями под током. Охранник бил меня по голове и телу, прутьями под током, говорит служитель из Хэбэя. Я потеряла сознание и ничего не помню. Служитель из провинции Ханань. Меня били сразу тремя-четырьмя прутами для скота. Охранники избили меня всего и связали. Прошло уже три года, а у меня до сих пор остались следы от веревок. Не раз под пытками и в ужасных условиях миссионеры задавали Богу вопросы. На эти молитвы он отвечал по-разному, но всем он посылал мир в душу. Служитель из Ханань. Я молился и просил ответов у Бога, а Он сказал, что не может ответить. Это мне очень запомнилось, потому что это было в самые тяжелые дни. Бог мне не отвечал. Потом я сказал, хоть ты не отвечаешь, я все равно тебе за это благодарен. И тогда я воспрянул духом, и сила тьмы стала рассеиваться. Служитель из Хананя. Я сказал Господу, что боялся попадать опять в тюрьму. Это было уже в одиннадцатый раз. Я сказал Ему, достаточно тюрьмы, мое тело больше не может вынести. Служитель из провинции Хейлон Диан. Я услышал душераздирающий плач, это рыдал Христос. И Он сказал, Бог, для чего ты меня оставил? Я очень ясно это услышал. Эти слова с креста долетели в мой разум. И вдруг я понял, почему плакал Христос. В тот же миг я снова обрел силу. Господь не оставил меня. Он хотел, чтобы я взял свой крест. Иисус сказал, ты, кто следуешь за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Я не таю обиды за то, что пережил. Иисус пережил то же самое. Когда я стал миссионером, я знал, что это путь креста. Я был к этому готов. Чтобы мне не выпадало, я не роптал на Бога. Служитель из Ханани. Я решил следовать за Богом. Бог нашел меня и возлюбил. Все, что я пережил, было от Бога. И я счастлив. Гонения — это ничто. Просто в них Бог являет мне свои благословения. Религия и политика Религия и политика должны быть разделены. Веря в это, многие христиане в Китае отказываются посещать официальные церкви. Домашние церкви и благовестия поставлены вне закона. Местные чиновники по закону могут за это арестовать и оштрафовать. Поэтому китайские христиане могут выжить, только собираясь тайно. Но гонения не везде одинаково суровы. Церкви в Венчжоу первыми воспряли после культурной революции. Но теперь большинство зданий там разрушено. Церкви в Ханане встали на ноги позже, но там было больше мучеников и узников, чем в каком-нибудь другом месте. Хотя китайские христиане не идут против власти, их считают преступниками, потому что они не отрекаются от веры. Они живут при тирании, праведно и богобоязненно. Власти не могут понять, почему растет домашняя церковь. Давайте искренне любить друг друга. Бог ведет нас к победе. Отдадим жизнь ради Царства Его. Они не понимают, они не понимают, что мы делаем, поэтому они называют нас контрреволюционерами. Я думаю, что они не знают на самом деле, кто мы такие. Говорит студент домашней библейской школы. Они, наверное, преследуют нас, потому что не понимают христианство. Это недоразумение. Мы не против властей. Мы хотим, чтобы все познали любовь к Божью, приняли любовь к Божью. Учитель домашней библейской школы. Через все испытания Бог говорит и созидает церковь в Китае. Это благословение для церквей. Мы молимся за власти, за тех, кто нас преследует. Мы желаем им добра. Служитель из Ханань. Мы говорим братьям и сестрам, что нужно уважать всякую власть. Бог велел, чтобы мы были покорны властям. В Китае, однако, власти этого не замечают. Учитель домашней библейской школы. Войны в истории Китая, такие как Тайпинское восстание и опиумные войны, привели к недоверию. Власти нас преследуют, потому что боятся и не понимают, во что же мы верим. Поэтому мы, китайские христиане, должны молиться за власти, за всех начальствующих. Господь, мы готовы отдать жизнь за спасение нашей любимой страны. Господь, мы просим Тебя благословить нашу страну. Благослови нашу страну Твоей рукой. Благослови наш народ Твоей рукой. Ты пролил кровь Твою за китайцев. Благодарим Тебя за Евангелие и спасение в эти последние дни. Благодарим, что Ты открыл дверь и Евангелию в Китае. Твоя любовь пришла к нам. Она пришла в Китай. Ты возлюбил эту страну и наш народ с начала времен. Многие в Китае отвергают Тебя. Они Тебя не признают. Они поклоняются различным идолам. Господь, мы каемся за нашу страну. Господь, удержи Твой гнев. Я люблю тебя. 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 Кто любит Бога, тот любит и свою страну, и своих ближних. Тот, кто готов нести крест, полон милости. Таких людей могут обижать, но они все равно будут полны любви. Их могут бросить в тюрьму, но с сердцем они будут свободны. Их могут презирать, но они полны благодарности. Дух Божий и Сила Божия все эти годы были со мной. Честно сказать, я еще мало пострадал за Христа. Раньше я был бездомным. Когда я нашел Бога, я столько приобрел. Было тяжко, но путь Божий по этот день мне приятен. Благодарение. Я не чувствую боли, не чувствую голода, я не чувствую одиночества, когда меня бросают в тюрьму. Я не падаю духом, когда плачу, а радуюсь. Божья любовь спасает мою жизнь. Божья любовь спасает мою жизнь. Без Божьей любви мы не сможем отречься от земных благ. Иисус отдал Себя на кресте за всех нас. Его любовь объемлет нас. Нам нужно идти по его стопам. Я могу представить боль на лице Христа, когда его распинали. Верующая из Пекина. Я никогда не забуду, что написано в Библии. Храм был разрушен. Он пошел на крест не ради себя. Слез благодарности не могу сдержать. Слов, что идут из сердца, не могу сдержать. Руки с ранами от гвоздей. Открываю дверь, давно закрытую. Нежный голос звучит в наших сердцах. Мы знаем, что это путь ко Кресту. Путь мучений с сильными бурями. Путь мучений с сильными бурями. Но любящие руки Господа держат все время наши руки. Нет причин не идти за Иисусом Христом. Путь мучений с сильными бурями. Верующий хозяйный мутник. Вы согласитесь, że podría поступать? Убедение на подобном Сибирске. Крестанское море среди. Почему крест, орудие казни и символ унижения, стал символом мира и счастья? Путь ко кресту вымощен страданиями и жертвами, но почему те, кто им идут, полны мира и радости? Почему страдания превращаются с крестом в радость? Нет причин не идти за Иисусом Христом. Ответы у Иисуса. Он был распят, потому что возлюбил людей и воскрес из мертвых на третий день. Теперь Он на небесах, в нашем мире и в сердцах всех, кто верует в Него. Ты даешь нам жизнь вечную. Хлебопреломление. Как Иисус победил на кресте, так и китайские христиане строят церковь в трудностях. Тюрьма стала школой веры для китайских миссионеров. Гонения пробудили дух китайских христиан. А постоянные аресты помогли распространению Евангелия. Служитель из Хананя. Власти за нами следят и нас сажают. Мы прячемся. Но везде, куда мы идем, мы благовествуем. Сначала мы не хотели уходить из дома, но так хотел Бог. Если бы не гонения и аресты, мы были бы слабее в вере. Пробуждение. Служитель из Хананя. Мы стали бездомными. Ходим из города в город и благовествуем. Многие братья и сестры поступают так же. Служитель из Хэбэя. Когда я убежал от полиции, я стал освобожденным миссионером. Меня выгнали из родного города, но я благовествовал в других местах. За эти годы я побывал во многих местах. Только где-то задержишься, приходит полиция. Тогда нужно уходить в другой город. Так постепенно мы охватываем все уголки страны. Такие простые крестьяне руководят десятками тысяч церквей и миллионами китайских христиан. Церквей становится все больше и больше. Они разбросаны по всему Китаю и тайно действуют в деревнях, аллеях и на улицах. Благослови нас с Твоим помазанием. Просим Тебя, излей Духа Твоего на нашу землю. Побывав в сотнях домашних церквей, мы увидели только верхушку айсберга. Служитель из Шандуна. Я не знаю, сколько точно церквей в Китае. В моем районе 97. Два года назад наши две семьи переехали из Хэнаня в Тибет. Бог два года назад направил нас к народности Джуан в провинции Гуанси. Там мы основали семь церквей. Мы основали четыре домашних церкви в первые четыре месяца. Мы делали дело Божие здесь, в Сычуане, лет десять. Миссионеры оставили свои следы во всех уголках страны. Много слез было пролито. Мы говорили с сотнями миссионеров. Трудно понять, что они совершили. Без образования и опыта эти люди повсюду несли Евангелие. Это Ты поднял нас из праха. Никогда не выскажу всего о Твоей любви. Никогда не спою всего о праведности Твоей. В этой огромной стране. Кто не хочет благодарить и славить Тебя? Когда приходит весна и теплые ветра, дождь питает влагой сухую землю. Как весной все зеленеет и красуется, так Евангелие расцветает повсюду благодаря этим простым людям. Нет сомнения, что это делает сила самого Евангелия. Радостные песни хвалы разносятся во все уголки этой страны, от юго-восточного побережья до северо-западных границ, от берегов реки Сунхуа до реки Меконг. Я иду по лесам, но не могу найти дом сердцу своему. Каким заблудшим я был. От деревушек до больших городов семена веры проросли в душах многих миллионов крестьян, студентов, рабочих и начальников. Датсин, нефть, северо-восток. Этот образцовый район открывался Мао. С начала восьмидесятых годов здесь появилось около ста тысяч христиан. На собрание приходили толпы, хоть надо мной и смеялись. Священник из Ляунин. Как может чему-нибудь научить неграмотной? Она стала столько, что за раз все забраться мы уже не могли. И мы разделились на две церкви. Потом на три, потом на четыре, а потом на много-много групп. В окрестностях Датсина двадцать один район. В каждом районе в среднем по сто пятьдесят домашних церквей. В каждой из них в среднем по тридцать членов. Иначе говоря, у нас здесь около ста тысяч христиан. А еще дальше есть двадцать три района. Почти в каждом крупном университете в Пекине, Цинхуа, Сямэне и Фудане регулярно собираются студенты вместе с преподавателями. Евангелие также пришло и к другим народам Китая. Оно принесло веру и достоинство народам во всех уголках страны. Песня. 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 Говорит священник из провинции Юнань. 90% жителей нашей деревни стало христианами с 1985 по 1989 год. 80% нашей деревни стали христианами. В нашем народе осталось очень мало, кто не верит во Христа. Я могу проповедовать на языках народов Лицу, Ганзуй и Хэйцзы. Я могу объясняться на этих языках и петь. Пламя в сердце моем, пламя любви. Никто его не может угасить. Дух Святой будет в нем властвовать. В этот день, в этот миг. Сегодня в Китае огромное количество верующих, сотни семинарей и тысячи библейских школ. Верные души знают, что над ними уже не властен злой и развращенный мир. Они проливают кровь и слезы, рискуют самой жизнью, чтобы нести любовь к своему небесному Отцу. Миссионеры отправляются в путь. Студентка домашней библейской школы. Господь, я хочу отдать свою жизнь, чтобы сказать каждому, что Иисус любит Его. Его истинную любовь нельзя найти нигде больше. Учитель домашней библейской школы. Вот обещание, которое я дал Господу. Я следую за Крестом и за Тобой. Это долг Твоих учеников. Мои трудности – это Твои благословения. Я знаю, что это долгий путь, полный боли и слез. Но я готов верно пройти этот путь. Со слезами и смехом, с песнями и молчанием мы переживали радости и горести. Мы проходили долинами мрака. Мы восходили на высокие горы. Год за годом мы что-то теряли. И все-таки мы многое обретали. Время идет, как прилив. Слезы горя и слезы радости мы проливали много раз. Поток жизни с небес Льется на наш дорогой Китай. Спасает наш дорогой Китай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok